Приветствую вас, знаете, вот, на мой взгляд, да, не совсем понятно, с кого вы имеете в виду, а то с кому именно 20 лет. Вам 20 лет или парню 20 лет? То есть, как бы вот, может быть, вы-то сами понимаете, может быть, вы-то сами понимаете, о ком идет речь, о вас или там, о мужчине, но мы-то этого не понимаем. Мы этого не можем понять, поэтому вот первое, это о ком конкретно идет речь. Это первое, первое. Второе, то, что хочется отметить, да, то, что вот вы говорите, значит, рассказывать. Да, так стоит ли рассказывать. Думаю, такая история. Как бы, вопрос не в том, стоит ли рассказывать. Вопрос заключается немножко по-другому. Вопрос заключается в том, собственно говоря, чего вы ожидаете, да, вот, от того, что вы расскажете. Вот, то есть, чего вы ждете, по сути. Вот, мне кажется, мне кажется, что это куда более важнее. То есть, если вы хотите, чтобы мужчина, как-то вот, ну, относился к вам по-особому. Или, наоборот, к вам не изменил отношение. Что, ну, наверное, не стоит в таком случае. Почему не стоит, да потому что ставить в зависимость сексуальный опыт людей, ну, в том числе и свой сексуальный опыт. И, значит, ставить в зависимость, там, сексуальный опыт людей и отношений, вот, ну, это странно. Не стоит так действовать. Если вы хотите, да, допустим, ну, допустим, хотите, чтобы, ну, мужчина был, например, с вами, то не надо акцентировать внимание на сексе. Ну, вот. С другой стороны, если для вас, вот, самой, да, это значение имеет, почему-то, для меня это имеет значение, почему я на это обращаю внимание, вот, почему для меня это важно, и чем это для меня важно, и в чем для меня важность проявляется. Этого. Да? Вот. То есть, вот, вот, данный аспект, ну, мне кажется, ну, нужно обязательно исследовать, потому что, в устративном случае просто вы рискуете, так и остаться, как бы, да, неудовлетворенным. Вот. Значит, эм, вы, возможно, чего-то стыдитесь. Вам, возможно, что-то, вот, не нравится, возможно, есть какое-то отрицание. Опять же, повторюсь, есть, значит, ну, стыдливость того, что вот, там, у меня уже, там, сколько-то лет, да, у меня, там, до сих пор, как-бы, парень, вот, первый, вот, и так далее. То есть, почему-то вы этого здесь не стыдитесь, вот, ну, вот, с точки зрения психологии, да, нужно выяснить, нужно выяснить, почему вы этого стыдитесь. С точки зрения психологии, да, нужно выяснить, по какой причине вы этого стыдитесь, вот, нужно выяснить это и, соответственно, постараться выявить причину, и соответственно после этого уже смотреть, что можно сделать, то есть после этого уже можно будет смотреть, почему вас это волнует, почему вас это беспокоит, ну и так далее. То есть лично мне кажется, что вот так, мне кажется, что такая вот история, лично мне так кажется. Вот. Ибо, ну, по-другому, да, вы хотите, чтобы мы вам, значит, подсказали, вы хотите, чтобы мы вам подсказали, вы хотите, чтобы мы вам подсказали, что вам делать в этой ситуации. Вот. А я честно скажу, что не можем мы вам подсказать, да, потому что рассказывать или нет, это решайте, как бы, ну вот, только вы, только вы решаете, рассказывать вам, молодому человеку, что-то связанное с собой, да, со своей личной жизнью или нет. Мы можем только спросить вас, вот, чего вы хотите, ибо вполне вероятно, да, что вот то, чего вы хотите, это вообще совсем не то же самое, да, то есть это совсем другое вообще, совсем другое. То есть вы хотите, если и нужно реализовывать, да, то не так, не как это делаете вы, а другими способами, вот. Поэтому так, поэтому так. А, значит, совершенно очевидно, да, что вы не совсем в себе уверены, совершенно очевидно, что вы, возможно, с себя стесняетесь, что вы, возможно, себя не принимаете, ну вот. А если это так, то с этим нужно работать отдельно. Потому что, ну, вы же, наверное, сами отдаёте себе отчёт в том, что, ну вот, вы, допустим, у нас спросили, да, то есть, ну спросите у нас, вот, а, как поступать, да, то есть стоит ли рассказывать, к примеру. Ну, а, возникнет ещё какая-нибудь ситуация, да, другая ситуация возникнет. И что вы опять будете спрашивать? Вы опять будете спрашивать, что вам делать? Ну, я не думал, что это хорошая идея, хорошая идея. Поэтому ориентироваться здесь я бы рекомендовал вот исключительно только на то, что вы хотите. Вот, если вы видите, что у вас отношения с парнем складываются вот так, что он, что его интересует секс, или что он уделяет много значения, допустим, сексу, да, то, ну, наверное, эту тему поднять нужно. Но, с другой стороны, опять же, подумайте, а, это вообще, вообще, то ли это, что вы хотите, то ли это, что вам нужно, то ли это, чего вы желаете, то ли это, чего вы достойны. Скажите из того, что, значит, ну, секс, на сексе ли только основываются ваши отношения, по вашему мнению, так ли это должно быть, по вашему мнению. Ну, вот, вот это, пожалуй, действительно важно, по-настоящему важно. Остальное, ну, остальное, остальное нет, остальное не важно, потому что, если вы считаете, что отношения, например, должны выстраиваться на секс, то это ваше право. Если вы считаете, что отношения не должны, то, соответственно, тоже ваше право. Если вы встречаетесь с мужчиной ради секса, просто чтобы получить опыт, то это одно, наверное, стоимость, тогда он, соответственно, если вы видите, что этот мужчина уверен в себе, да, то ему, наоборот, будет, как бы, сильнее хотеться с вами переспать. Если вы считаете, что отношения все-таки должны строиться на других основах, то не надо рассказывать ему, опять же. Притом, что если он не уверен в себе, и вы хотите устраивать отношения на основе, вот, духовности, то здесь, наверное, больше имеет смысл рассказать, чем нет, чтобы он не сравнивал себя с другими мужчинами, да, и чтобы он был, как бы, ну, спокойнее, чтобы он, спокойнее, увереннее вел себя с вами. Не только в постели вообще. Вот. То есть видите, как получается, да, то есть все зависит исключительно от вас, все зависит исключительно только от вашей какой-то позиции. Все зависит от того, что вам нужно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне игулечку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.